Я расскажу, как мы можем работать с этими мыслями, исправлять вот эти какие-то дисфункциональные установки, тревожные мысли, разные беспокойные истории, которые возникают в нашем уме. И я расскажу, как вообще когнитивно-поведенческий подход работает с этими установками, убеждениями и мыслями. На самом деле я не хочу здесь предлагать только одну технику, потому что в рамках того же когнитивно-поведенческого подхода существует два таких смежных направления работы с такими мыслями. Можно сказать, что когнитивно-поведенческие психотерапевты разделились даже на два лагеря. То есть раньше всегда работали с такими мыслями, пытаясь их анализировать. То есть почему я испытываю такие убеждения, являются ли они всегда правдой, помогают ли они мне преодолевать какие-то трудности и так далее. Когда мы начинаем думать об этих мыслях и их критически как-то осмыслять. Представители другого лагеря действуют немножко по-другому. То есть то, как они действуют, это ближе именно к техникам осознанности и медитации. То есть когда вы медитируете, вы просто не реагируете на ваши мысли. Вы просто, как только вы замечаете, что эти мысли возникают, вы просто переводите внимание на ваше дыхание. То есть вы никак их не подкрепляете, вы никак в них не вовлекаетесь. Так вот, представители этого второго лагеря, так называемой третьей волны когнитивно-поведенческой терапии, они рекомендуют относиться к мыслям просто как к мыслям, как к испорченному радио. Просто не вовлекаться в них, просто не реагировать, не обдумывать, не погружаться в их содержание. И, естественно, эти два лагеря друг друга критикуют. Лагерь сторонников того, что мысли нужно анализировать, они говорят, что работа через осознанность, это работа со следствием, а не с причиной, потому что в мыслях нужно сперва разобраться. А сторонники лагеря, основанного больше на осознанности, на том, что мысли нужно просто отпускать, они критикуют представителей так называемой классической волны когнитивно-поведенческой терапии в том, что если мы начинаем анализировать эти мысли, если мы начинаем в них погружаться, то мы еще больше запутываемся в них. И, в принципе, можно сказать, что в критике и тех, и других есть здравые какие-то зерна. Но я все-таки стараюсь и то, и другое совместить. Мне кажется, что и тот, и другой подход правильный. Просто для разных людей работают немножко разные подходы, их можно совмещать, можно использовать и то, и другое, и так далее. И в этом видео я постараюсь дать и тот, и другой подход. И здесь я бы хотел обратиться к критике третьей волны КБТ, когда говорят, что медитация — это работа со следствием, а не с причиной, что когда мы не реагируем на мысли, мол, мы их не анализируем, что мы тем самым просто как бы не спускаемся на фундаментальный уровень возникновения этих мыслей, я бы сказал, что это не так. И я считаю, что между двумя лагерями на самом деле не так уж много конфликта. Что оба метода, они, в принципе, очень похожи, и нету между ними такого уж большого противоречия. Потому что вообще что возникает в обычной жизни? Как мы привыкли реагировать на каждую мысль? Мы привыкли реагировать на неё автоматически. То есть возникает мысль, мы даже не замечаем, что она возникла, и мы тут же следуем за ней. Например, приходит мысль, я неудачник, мы начинаем обдумывать, да, я такой плохой, я такой ужасный человек, у меня ничего никогда не получается. Мы начинаем из-за этого как-то по-другому вести себя, например, избегаем каких-то ситуаций, например, не вовлекаемся ни в какие-то большие серьёзные проекты, потому что заранее считаем, что мы обречены на поражение. Это сказывается на наших эмоциях, мы начинаем себя хуже чувствовать и так далее. Что предлагают психотерапевты? Психотерапевты предлагают вместо того, чтобы следовать за мыслью на автомате, замечать, когда она стала появляться, и либо её как-то критически осмыслять, либо же просто её отпускать, на неё не реагировать. В принципе, это похоже. И оба этих направления, они сходятся в том, что вместо того, чтобы на автомате реагировать за мыслями, мы просто замечаем эту мысль, и дальше, когда мы её уже заметили, мы выбираем, что с ней делать. Но чтобы эту мысль заметить, чтобы с ней работать и чтобы её проанализировать, нам нужна развитая осознанность, нам нужно научиться замечать вообще сам тот момент, когда эта мысль только появилась в нашей голове. И для этого нам нужно регулярно медитировать и, так сказать, прокачивать вот этот навык осознавания и фиксации вот этих автоматических мыслях. Например, я замечаю, что постоянно думаю о себе, что я неудачник, или я замечаю, что постоянно думаю о себе, что я недостоин счастья. Если мы не будем медитировать, то эти мысли будут просто от нас ускользать. И поэтому так важно развивать осознанность, так важно заниматься регулярной формальной практикой. Но помимо этой формальной практики вы можете ещё делать кое-что с этими мыслями. И сейчас я расскажу про каждый подход, как мы можем работать в подходе, который заключается в том, что мы эти мысли анализируем, и как мы можем работать в подходе, который заключается в том, что мы эти мысли просто отпускаем. Итак, сперва я расскажу, как можно анализировать и оценивать эти мысли, являются ли они правдой, являются ли они истиной, и как-то задумываться над ними. Когнитивно-поведенческие психотерапевты предлагают такой метод, который заключается в том, что мы задаем самим себе сократические вопросы. Эти сократические вопросы могут быть такими, например, что эта мысль говорит мне, является ли это всегда правдой, существуют ли какие-то доказательства тому, что это так и есть. Например, вы испытываете страх говорить на публике, вам кажется, что все о вас подумали, что вы какой-то плохой человек, не уверенный в себе. И если вы начнете копать немножко и будете спрашивать себя, какие существуют доказательства, что это так, какие существуют доказательства, что это не так, вы наверняка во многих случаях не найдете никаких подтверждений этому. И поймете, что действительно нет никаких оснований верить в то, что люди постоянно вас оценивают. Потому что вы придете к тому, что многие люди, с которыми вы общаетесь, они не думают постоянно о вас, они не подмечают каждый ваш промок. Они, возможно, так же, как и многие из нас, сидят постоянно в своей голове и озабочены какими-то своими проблемами, а не занимаются только тем, что вас оценивают каждую минуту. То есть логика здесь такая. Другие сократические вопросы могут быть такими. Например, если я буду постоянно об этом думать, если я буду следовать за этой мыслью, куда меня это приведет, или какая польза от этой мысли. И вот этот сократический вопрос мне очень нравится, потому что он не пытается погрузиться в то, является ли эта мысль правдой или ложью. Этот вопрос говорит просто о том, насколько полезны те или иные мысли. И если вы будете анализировать, например, свои привычки к перфекционизму, вы увидите, что перфекционизм вовсе вам не помогает как бы становиться лучше, развиваться, что это вселяет просто напряжение. Почему этот метод называется мета сократических вопросов? Потому что впервые его ввел сократ, когда занимался поисками истины вместе со своими учениками. При помощи этих вопросов он как раз-таки проверял многие убеждения, многие такие утвержденные истины, собственно, на то, насколько они являются истиной, что просто и как-то проверить. И если вы будете использовать это в своей жизни, замечать, когда приходит вот эта какая-то мысль и подвергать ему анализу в духе сократических вопросов, вы увидите, что многие ваши жизненные установки, которыми вы следуете всю жизнь, на самом деле не имеют под собой никакой почвы, или же просто не несут в вашу жизнь никакого счастья, никакой пользы. Пользы от них вообще никакой нет. И в следующем уроке я расскажу о такой методике работы с дисфункциональными мыслями, как разделение. При помощи этой методики вы сможете принять и отпустить эти мысли, увидеть, что мысли это просто очень часто какой-то информационный шум. Итак, техника разделения, она ближе именно к тому, что вы уже привыкли делать во время медитации. Как только вы замечаете, что приходит какая-то мысль, вы просто, осознавая ее, отмечая ее, переводите внимание спокойно куда-то еще. То есть вы не пытаетесь эту мысль подавить с одной стороны, не пытаетесь ее загнать вглубь, но с другой стороны вы на нее не реагируете. И те, кто любит анализировать мысли, они, как я говорил, критикуют этот подход за то, что он работает как бы со следствием, а не с причиной. Что мы, мол, когда просто не вовлекаемся в мысли, мы на самом деле не решаем их, не распутываем, а просто как бы на них не реагируем. На самом деле я с этим в корне не согласен, потому что в моей жизни было много примеров, как раз когда такой подход давал намного более лучший результат, чем метод прямого анализа мыслей. Например, могу привести такую ситуацию. То есть возникает какая-то сложная ситуация, когда вы не можете принять решение. Вы постоянно варитесь в этой ситуации, варитесь в этих мыслях, думаете, ну как я вообще сделаю отчет к завтрашнему дню, или как я смогу выполнить эту работу, я же ничего не успеваю. И вы крутитесь, крутитесь в этих мыслях и вообще ничего не можете придумать. И стоит вам попробовать попытаться просто как-то дистанцироваться от этих мыслей, не обдумывать их, не погружаться в них, как тут же выстрелит какое-то решение. Вы поймете, ага, мне же не обязательно делать этот проект, или я могу это кому-то делегировать. То есть решение придет, оно как будто вообще из другой области, но оно окажется правильным. Это называется инсайт или ага-реакция. То есть я хочу сказать, что когда мы не погружаемся в содержание мыслей, не анализируем их, а просто относимся как к мыслям, мы тем самым создаем простор для этого инсайта. И, например, с этим эффектом знаком гениальный писатель Хемингуэй, например, когда он писал прозу, вечером или с утра он писал прозу, он давал себе установку весь последующий день не думать о том, что он писал, не думать о завтрашней работе. Зачем? Чтобы у него там внутри как бы мысль дображивала, формировалась, и чтобы с утра он уже садился к письму с новыми идеями. То есть он не анализировал свой труд, он не думал о том, как он пишет, он наоборот создавал простор для инсайта, для ага-реакции. И поэтому я не согласен с той критикой, что когда мы не реагируем на мысли, мы тем самым избегаем каких-то решений, наоборот, мы приближаемся к этим решениям. Итак, сейчас я расскажу, как к этому приблизиться, как мы можем не реагировать на мысли, как мы можем отпускать все вот эти автоматические мысли. Здесь принцип точно такой же, как во время медитации. То есть вы тренируете этот навык, когда занимаетесь осознанностью. То есть вы замечаете, что пришла мысль и переводите внимание куда-то еще. То же самое вы можете делать в своей повседневной жизни. Например, вас мучают постоянные мысли, я неудачник, или там, у меня ничего не получается. Отнеситесь к этим мыслям просто как к мыслям, просто как к фрагментам информации, которая пролетает в вашем сознании. Эти мысли не обязательно являются правдой. Чаще всего это будут просто какие-то оценочные суждения, основанные на 7-минутных эмоциях. И вы можете просто как бы отметить эту мысль про себя. То есть не думать так, я неудачник, у меня ничего не получается, почему же все так плохо. А вы можете ее отметить как бы со стороны, так как будто эта мысль появилась в голове другого человека. Вот так, например. Мне пришла мысль о том, что я неудачник. Или мне пришла мысль опять о том, что у меня ничего не получается. Или я опять вовлекаюсь в мысли о том, что я должен всегда все успевать делать. И как только вы так отметите мысль, вам будет намного проще от нее как бы отлепиться, разделиться с ней. Именно поэтому этот принцип называется принципом разделения. Он не состоит в том, что мы пытаемся подавить мысли или убрать их, или что-то еще с ними сделать. Нет, мы просто с ними как бы разлепляемся, мы перестаем видеть в этих мыслях истину в последней инстанции. Мы видим, что это просто действительно работает как испорченное радио. Постоянно что-то генерирует наше сознание, постоянно что-то генерирует наш мозг. Иногда это красивые мысли, иногда это безобразные мысли, иногда это правильные мысли какие-то, которые отражают реальность. Иногда это мысли абсолютно ложные и вообще абсолютно дисфункциональные. И мы относимся к ним просто как мысли, мы выбираем как на них реагировать. И как только вы замечаете, что такая мысль приходит, просто переведите куда-то внимание. Вы можете также как во время медитации с концентрацией на дыхании перевести внимание на дыхание. Или вы можете перевести его на то, чем вы занимаетесь в данный момент времени, на момент здесь и сейчас. Например, вы гуляете по улице и начинают приходить мысли. Почему вокруг такая хорошая погода, а я не радуюсь. Не вовлекайтесь на эти мысли, будьте здесь и сейчас, приведите внимание на то, как вы собственно идете, на то, что происходит вокруг, на звуки, которые вас окружают. Не варитесь в этих мыслях, потому что эти мысли, они как раз таки вас от наслаждение моментом здесь и сейчас, они вас отдаляют. Отдаляют вас от сиюминутной и актуальной реальности. То есть просто, как только мысль пришла, переведите внимание куда-то ещё. Но здесь важный принцип состоит в том, что вот это переведение внимания, оно должно быть мягким и таким деликатным. То есть вы не должны сопротивляться этим мыслям вот с таким вот усилием. Уходите, мысли, уходите, я не хочу, чтобы вы приходили. Нет, вы просто спокойно отмечаете её, ага, пришла вот эта мысль. Вы можете её отметить просто как мысль. То есть не обязательно даже отмечать её, как-то лезть в её содержание. Просто отметьте её коротко и лаконично. Вот пришла мысль. И переведите внимание куда-то ещё спокойно и деликатно. И вы заметите, что после того, как вы сделали это несколько раз, потому что, возможно, потребуется сделать это сколько-то раз, прежде чем вы отлепитесь, немножко отцепитесь от этой мысли, то есть это произойдёт не сразу, вы заметите, что эта мысль не имеет над вами уже столько власти. И вы уже эту мысль совершенно воспринимаете по-другому. Ну, например, опять же, пример скульптуры, когда в фильме «Унесённый ветром» Скалли Тохакара говорит «Подумай об этом завтра». То есть это то же самое. Человек просто говорит тебе, что сейчас он не в том состоянии, чтобы об этом думать, что он никакому решению не придёт и откладывает решение на то время, когда он будет в большей кондиции для того, чтобы это делать. То есть это опять всё о том же. То есть мы не пытаемся отложить решение, мы не пытаемся подавить мысли, мы просто от них немножко отлепляемся, чтобы взглянуть на всё это с более большой перспективы. И мне на самом деле, лично я могу сказать, что если мне нужно примкнуть к какому-то лагерю, то мне больше нравится вот именно такая техника, чем техника сократических вопросов. Но! Что я хочу здесь ещё сказать и чем я хочу завершить этот урок, это тем, что и та, и другая техника хорошая. В каких-то случаях действительно лучше работают сократические вопросы. И в каких случаях они работают? Они работают больше в тех случаях, когда вы действительно верите в то, что основа для ваших мыслей, она реальна. То есть вы действительно верите в то, что все окружающие люди вас постоянно оценивают. Как только вы этот момент проанализируете, вы поймёте, что это не так. И вы подумаете, боже мой, какое облегчение. И мне очень помогает помнить о том, что люди, они не занимаются только тем, что оценивают меня и фиксируют каждую мою оговорку или какую-нибудь ошибку. Это меня очень сильно успокаивает и позволяет почувствовать себя уверенней. Но во многих ситуациях очень хорошо работает разделение. То есть когда, например, оно работает лучше? Когда вы уже и так понимаете, что эти мысли бред, но ничего с собой не можете поделать? Например, вы летите в самолёте, вас трясёт и колбасит от страха. Вы прекрасно понимаете, что самолёту бьются вообще очень редко, в одном случае из 8 миллионов, но ничего с собой не можете поделать. И в таких случаях лучше, конечно, применять разделение, просто не реагировать на эти мысли. Разделение также лучше работает, когда присутствует такая мысленная жвачка, когда мысли возвращаются, возвращаются, что бы вы с ними ни делали. И тогда лучше просто отмечать эти мысли, переводить внимание куда-то ещё и их просто отпускать. Потому что всё равно вы просто устанете их постоянно анализировать и постоянно в них копаться. Вот. И это работает от ситуации к ситуации. И поэтому я вас призываю попробовать использовать обе техники, проверить на себе, посмотреть, что вам больше подходит, использовать в зависимости от ситуации ту или иную, ту или другую. И опять же, я бы хотел ещё раз подчеркнуть, что между ними нет уж такой большой разницы. Они заключаются в том, что вместо того, чтобы слепо и на автомате следовать за мыслями, за каждой мыслью, которая возникает у нас в сознании, мы их либо просто подвергаем критическому анализу, либо берём дистанцию между собой, своим я и своими мыслями, то есть как бы меньше отождествляем себя со своими мыслями, и смотрим на всё с более глобальной перспективы, отцепляемся от этих мыслей. Это техники очень и очень похожи, поэтому не нужно делать между ними большого разделения. И теперь в заключении, прежде чем переходить к медитации, я бы хотел подчеркнуть ещё очень важный момент, без которого вообще, мне кажется, очень сложно. Дальнейшее продвижение в плане того, чтобы быть самому себе психологом, чтобы не вовлекаться во все эти мысли, разбирать эти мысли. Вам очень важно понимать, что мысли — это просто мысли. Они не мешают вам действовать. То есть если вы считаете, что для того, чтобы мне добиваться какого-то жизненного успеха, мне нужно иметь в голове мысль, что у меня всё получится, или что я совсем справлюсь, или что я такой уверенный в себе человек, вы заблуждаетесь. На самом деле не обязательно иметь эти мысли в голове. Вам не нужно ждать, когда мысли в вашей голове изменятся для того, чтобы что-то начать делать. Вам не обязательно думать о себе как об уверенном человеке, чтобы начать, например, заводить отношения с противоположным полом. Вам не обязательно отбрасывать все сомнения, чтобы начать свой бизнес. Сомнения и разные мысли о будущем тревожные, это абсолютно нормально Они всегда появляются Они появляются и в моей работе, я постоянно сомневаюсь Но часто я просто даю простор для этих сомнений Я в них никак не вовлекаюсь Я позволяю им быть и просто двигаюсь дальше То есть, например, у вас в голове присутствует мысль, что я не справлюсь, а вы берете и делаете работу У вас в голове присутствует мысль, что я не смогу завести отношения с противоположным полом А вы берете и заводите отношения Потому что мысли это просто мысли Они не обуславливают ваши действия Они не диктуют вам, что делать Вы можете действовать, даже несмотря на то, что ваш ум вам говорит обратно. Поэтому, если вы хотите поменять свою жизнь, меняйте ее, и не нужно ждать, когда содержание вашей головы изменится.